Девчонки, всем привет! Сегодня я снимаю видео по запросу о коллекции своей косметики. И первое, о чем я хочу поговорить, конечно же, о коллекции помад. У меня их немного. Вот такая вот маленькая косметичка от Charlotte Tilbury. Вернее, еще буквально недавно у меня была еще одна такая же маленькая косметичка с бюджетными вариантами. Там были помады Avon, Faberlic. В основном Avon, кстати, да. Красные, различные цвета красных помад. Но я от них избавилась, потому что я не успеваю пользоваться люксом, не говоря уже о бюджетных вариантах. И, кстати, вот помады Avon мне нравились очень сильно. Я их отдала своей маме, и она будет с большим удовольствием пользоваться этими красными помадами. Просто жалко, чтобы продукт не портился. Соответственно, я от них избавилась. И расскажу, здесь будет в основном люкс сегодня. Я поделюсь с вами, просто расскажу, какая помада хорошая, не вникая в ее состав особенно. И, конечно же, мне хочется еще иметь очень много различных других помадок, других брендов. Но пока поделюсь с тем, что у меня есть на данном этапе. Итак, приступим. Быстро хочу показать вам два уходовых средства для губ. Это первый вот такой вот бальзам для губ от Faberlic. Это для детей. Он бесцветный. Я покажу сейчас, попробую как-то бесцветный этот сувочный нанести на руку. Такой, как вазелинчик. Не могу сказать, что у него особенно приятный запах. Но, в принципе, губки делают гладкими. Какие-то уходовые моменты имеют место присутствовать. Но не в полном я восторге. Это мне подарила мама, поэтому я им пользуюсь. Дальше, основной мой уход для губ это филерина. Я ссылку оставлю внизу. Для новых подписчиков, кто не видел, я о этом продукте рассказывала более подробно. Вообще, этот продукт предназначен для того, чтобы увеличивать губы. В связи с тем, что у меня верхняя губа больше, нижняя меньше. Я решила их как-то уравновесить. Приобрела этот продукт. Но, честно говоря, я не использую его систематически. И, конечно же, он больше несет просто этот продукт как уходовый характер. Губы выглядят более наполненными, влажными, более ровными, без вот таких вот заломов. Не шелушатся и выглядят достойно. Он напитывает их гиалуронкой. Дальше быстро пробегусь по блескам для губ. У меня есть вот такой вот от Clorans в оттенке 04. Вот такое себе средство. Я его ношу где-то на прогулку с детьми. Не могу сказать, особенно, что он ухаживает за губами. Хотя знаю, что многие девочки о этом продукте отзывались очень хорошо. Оттенок 04. Но я не в восторге. Навряд ли я когда-то буду повторять. Дальше у меня есть мой основной на сейчас блеск. Это от Byte Re. Я его увидела, когда была на тренинге за Броу Галл на девочках. У них были невероятно у всех красивые губы. У всех были блески от Byte Re. Они блестели просто как влажные губы. Настолько красивые. Особенно не придает этот блеск какой-то цвет. Но делает губы влажными, аппетитными. И, в общем, мужчинам нравятся такие губы. О этом блеске я более подробно расскажу в фаворитах своих. Дальше приступим к более стойким помадам. У меня есть две помадки Melibachi Nubo. Одна более теплая 08 оттенок. И другая более холодная. Это 7 оттенок. Первый я приобрела 8 оттенок. И долго ей пользовалась. И была очень довольна. Я сейчас нанесу свочу на руку. Но в этом более теплом оттенке. Такой даже оранжевый, если его не наслоить. Поплотнее. В нем есть шиммер. Вот так выглядит этот 08 оттенок. У меня проблем с этими стойкими помадами нет. Они мне особенно не сушат губы. Очень редко, допустим, раз в неделю, раз в 10 дней нанести такую помаду. Вообще не вижу никакой проблемы, если потом ухаживать за губами. Зато ты чувствуешь себя с такой помадой уверенно, что она не отпечаталась на зубах. Тебе не нужно на зубы наносить какой-то вазелин, либо еще прибегать к каким-то хитростям, чтобы помада не отпечатывалась на зубах. Ты улыбаешься, кушаешь, пьешь, чувствуешь себя уверенно. Конечно же, если кушать жирную пищу, да, помада на внутренней стороне все равно сойдет. И дальше я нанесу рядышком холодный оттенок с синим потоном. Идеальная помада, она без блестящих частичек. Вот она она. Это 07 цвет. Она всегда выглядит выигрышно. Конечно же, 08 делает зубы более желтыми, а 07 выбеливает ваши зубки. И вы выглядите просто превосходно с этим цветом. Милибачи – это мой выбор. Отличная помада и плюс у нее очень хорошая цена. Итак, дальше продолжу свой рассказ. И это будут помады Мак. Начну говорить о первых двух. Это будут красные помады. Первый оттенок у меня Мак Ред. Финиш сатиновый. Это классическая красная помада. Вот так она выглядит. Вот сводчик на эту помаду. Помада не стойкая, но очень красивая. Холодный потон, выбеливает зубы. Смотрится очень красиво. Делает губки такими нежными. Очень в ней есть что-то... Несмотря на то, что она классическая, но я в ней вижу какой-то такой ретро-патон. Ну, в плане, как вы выглядите с этой помадой образ. Ну, либо, возможно, я просто стремлюсь к какому-то ретро-стилю. Дальше будет Руби Ву. И финиш у нее будет матовый. Вот она матовая, вы можете видеть. Цвет немного отличается. И эта помада делает ваши губы бархатными и немного более объемными. Очень приятный аромат у помад Мак. Не могу сказать, что он отталкивает. Это душка абсолютно. Ее потом не слышно на губах. Дальше следующая помада это будет от Мерая Керри. Это единственная лимитированная помада у меня. И она выглядит очень красиво. Здесь впереди нарисована бабочка. Это знак Мерая Керри. Она очень-очень любит бабочек. И вот так выглядит красиво. Футляр очень праздничный какой-то новогодний. У нее весьма странный цвет у этой помады. Но мне она нравится. Она очень увлажняет губы. И она интересно очень впитывается на губах. Ну вот как если у темнокожих женщин натуральные губы смотреть. Вот этот вот какой-то кофейный такой красивый оттенок. Как будто бы ваши губы такие есть на самом деле. Не знаю даже как описать правильно. Придает какой-то естественный цвет губам. Она впитывается, увлажняет. И придает естественный коричневатый цвет губам. Пользуюсь ей очень редко. Ну потому что она очень специфическая. Хотя помада неплохая. Дальше. Следующая помада. Выглядит вот так. Матовый финиш. Man Love Mystery. Называется. Вы часто у меня о ней спрашивали. Очень интересная помада. Это как альтернатива красным губам. Вот он ее цвет. У них в MAC была помада похожая. Но немного посветлей. Я когда пришла покупать помаду. Я хотела изначально другую. Пришла покупать какой-то бестселлер. От MAC. Но как ни странно. Все бестселлеры на мне не сидят. Не смотрятся. Либо их нет в наличии. Я решила взять альтернативу красной помаде. И выбрала более светлый оттенок. И вот этот насыщенный. Девочка предложила мне нанести. Но я как-то сначала сомневалась. А потом. Да. Действительно. Она нанесла мне один вариант. Второй. И я уже просто был беспроигрышный вариант. И я выбрала эту помаду. Она делает любой образ. Ярким. Каким-то завершенным. Очень красивым. И необычным. Я не вижу такие помады. Такой оттенок часто на девушках в городе. Нет. Дальше у меня два нудовых цвета. Первая Fabi. Не знаю как правильно читается. Финиш у нее Фрост. Сто раз пожалела, что купила эту помаду. Финиш Фрост. Ну, мне не нравится. Это немножко не мой вариант. Хотя девочка сказала, что помада смотрится очень хорошо. Но не на мне. Смотрится хорошо, но не на мне. Сейчас секундочку. Удалю сводчики, чтобы было место, где нанести. Вот так смотрится оттенок этой помады. Он какой-то коричнево-сиреневатый. Но в жизни не такой сиреневый на самом деле, как здесь на экране. Все-таки больше коричневый. Но вот этот вот финиш Фрост мне не нравится. Смотрится как со времен Советского Союза. Вот на Сочи она мне в магазине понравилась. Сама помада понравилась, как выглядит при искусственном освещении в магазине. А на мне пользуюсь ей очень редко. Тогда, когда не могу найти нужную помаду, она мне попадается. Я думаю, ну надо же пользоваться. Купила уже. Следующая помада Крим Шин. Финиш у нее. А оттенок Модести. Вы также у меня очень часто спрашивали, что это за помада в видео. И я вам отвечала, что это Мак. Отличная помада. Отличная помада. У нее немного другой состав. Я с некоторых помад храню коробочки. У них одинаковый состав. У Мэрэя Кэрри и Мэн Лав Мистери одинаковый состав. А вот у Модести с финишом Крим Шин. Она более такая увлажняющая, мягкая, масляная. На губы оказывает невероятный эффект. Они потом очень ухоженные смотрятся. Здесь в состав входит масло Ши. Вот. Масло Ши, оно, видимо, ухаживает очень хорошо за губами. Но в связи с тем, что эта помада мягкая, она у меня сломалась. Оттенок выглядит вот так. И она вся-вся, вот видите, как неаккуратно. Ну и жалко выбросить. Я буду, наверное, как-то кисточкой ее наносить дома. Очень красивый цвет. Если вы ищете хорошую ухаживающую помадку, вот эту вот рекомендую. Модести. На моих губах она смотрится немного бледнее. Очень красиво натурально. И не слишком выбеливает лицо. И все-таки присутствует в ней цвет. Хороший, хороший, нюдовый. Но вот беда с тем, что она очень мягкая, она сломалась у меня. Дальше о помадах Попея. Две помады от Tom Ford у меня есть. На данном этапе только две. Но даже не знаю, хочу ли я еще помаду от Tom Ford. Честно говоря, пользуюсь ими редко. У меня в двух цветах. Сейчас покажу. Так выглядит один цвет. На камере более яркий на самом деле. Это не такой коралловый яркий. Он более светлый, приглушенный, как разбеленный. 09 True Coral. Такая помада. Нанесу сейчас сводчик. Очень редко почему-то ей пользуюсь. Хотя она мягкая, увлажняющая. Неплохая. Ну, не знаю, почему-то рука к ней не тянется, к этой помаде. Хотя футляр красивый, очень достойный. Можно с собой положить. И бывает иногда, не знаю, есть у кого-то такая фишка. Кидаю вот эту красивую помаду Tom Ford с собой в сумку. Чтобы когда я открывала сумку, она меня радовала. Мне приятно смотреть на такое красивое оформление. А вот следующая помада. Мне цвет нравится больше. Но есть нюанс. Все-таки, когда зимой сильно шелушатся губы, вот эти все неровности видно. Необходимо ухаживать хорошо за губками, прежде чем пользоваться этой помадой. В оттенке Velvet Cherry 08. По-моему, в прошлом видео я наносила эту помаду. И вы мне сделали много комплиментов по поводу цвета помады. Вот такая осенняя помада. Красивая. Какая-то готическая, как мне кажется. Я все время делаю какой-то грустный образ под нее. Драматический. Помады. И не люблю с этой помадой подчеркивать глаза. Почему-то мне кажется, что нужно акцент оставлять только на губах. И глаза как будто бы теряются. Как будто бы их нет. Ну, не как будто бы их нет, а они менее заметны. Так сказала. Дальше. Следующая помада. Раз уж мы говорили о Том Форд. Это будет помада от Charlotte Tilbury. Которая посвящена Виктории Бекхэм. Она называется Very Victoria. И мне помады от Charlotte Tilbury нравится намного больше. Я имею ввиду содержимое внутри. Но сама упаковка, вот эта вот золотая помада. Вот на первый взгляд вроде бы и красива, но не могу. Это золото с каким-то, оно даже как розовое золото смотрится. Я не могу, петушня какая-то. Вот так смотрится оттенок. На губах, лично на мне, эта помада смотрится более нюдовая и уходит более в коричневый цвет. Песочный такой какой-то camel. А на камере в сиреневую уходит. Не знаю. Эта камера просто, скорее всего, этот цвет искажает. Красивый цвет. Вот как мы привыкли видеть Викторию Бекхэм. Какие у нее губы. Вот, да. Именно такой цвет делает эта помада. Итак, дальше по помадам. У меня в коллекции есть вот такая помада от Серж Лютан. Еще одна точно такая же помада от Серж Лютан. У них одинаковый цвет. Сейчас расскажу, как так получилось. Третий оттенок. Это абсолютно одинаковые помады. Такая крошка малютка. Я знаю, что у них состав и вообще вся косметика от Серж Лютан идет натуральная. Поэтому вся косметика стоит сумасшедших денег. Упаковка железная у этой помады. Самая обычная черная металлическая помадка. Просто она очень маленькая и удобно брать с собой в сумочке, в клатче. Это сиреневый цвет. И после того, как эта помада закончится, сюда можно вставить рефилд. То есть не покупать саму упаковку, а вставить просто другой цвет. Эта помада невероятно увлажняющая, легко наносящаяся, сливочная. Я не пользуюсь, кстати, карандашами. Я просто крашу помадой и все на этом. Ее можно наслаивать, можно растушевывать, делать более светленькой. Можно наносить ее пальчиком, то есть по-разному. У нее очень мягкая текстура и благодаря этому она легко наносится. Не забивается в складки, не растекается. Помада, конечно, хорошая, но очень дорогая. Наверное, можно найти аналоги этим помадам. И мне эту помаду дарил муж. Он купил сначала одну помаду, забыл. Но помнит, что мне нравится косметика от Серж Лютан. И потом купил вторую. Думал, чтобы у меня была коллекция этих помадок. Но так получилось, что помады в одинаковом оттенке. Но я сильно не расстраиваюсь, зато я не жалею и крашусь этой помадой с легкостью. Дальше, следующая, опять же, конечно, красная помада от Барбери. У нее также красивое очень оформление. Эти помады можно собирать только из-за оформления этих помад. Невероятно красивая на магните упаковка цвет Military Red 429. Сама помада выглядит вот так. Вот так выглядит эта помада на губах. Очень плотное у нее покрытие, насыщенное. Губы не сушит. Хорошая люксовая помада. Ничего плохого сказать о ней не могу. Да, хорошая. Наверное, если вы коллекционируете помады люкс, стоит такую иметь в своем арсенале. Также классический красный, холодный. И красивый у нее финиш. И дальше еще осталось. У меня буквально три помады. Таких, наверное, бюджетных. Первая, о которой расскажу, это Inglot. Очень хорошая увлажняющая помада. Так, вот такая вот она, коралловая. Очень сливочная, мягкая, увлажняет губы. Отлично наносится, отлично держится. Не стойкая, но комфортная в носке. Ношу редко, потому что это не мой оттенок. И как-то мне вот такая форма помад. Я не знаю. Ну, что-то в ней не то. Просто не мой продукт, наверное. Или не моя торговая марка. Следующая помада, это бюджетный вариант от Floor Mar. Очень летняя. Красивая. Яркая помада. Люблю с этой помадой делать хвост высокий. И использовать эту яркую помаду. Вот эту помаду я ношу редко, но с превеликим удовольствием. Вот он сводь на эту помаду. Ярко-розовая. С этой помадой я была в видео, где рассказывала о своем айфоне. Люблю хвост высокий. Эту помаду как-то поднимает она настроение. Яркая. Такая плотная достаточно. Хорошо перекрывает родной пигмент губ. Хорошо держится на губах. И у нее отличная, отличная цена. Итак, дальше следующая помада. Это помада от Bourjois. Rouge Edition. В оттенке 02. 02. Так вот сама помадка. Достаточно много я использовала этой помады. Я пользуюсь ей на ежедневной основе. Вот он сводчик оттенок. Она очень увлажняющая. Я этой помадой пользуюсь на ежедневной основе. Просто кидаю в сумку. И она там всегда со мной. На всякий случай, чтобы в нужный момент увлажнить губы. Ну то есть я ее на выход не использую. Я ее использую, когда гуляю с детьми. Либо... Или... Когда гуляю с детьми. На выход я ее не использую. Ну то есть это такая помада. Палочка-воручалочка. Просто чтобы увлажнить губы. Каких-то надежд на нее, чтобы блистать и выглядеть красиво. Я не возлагаю. Еще также нашла вот храню помаду от Giorgio Armani. Почему-то я не выбросила его. Хотя эта помада давно у меня закончилась. Просто хотела сказать два слова, что мне помады Armani очень нравились. Я много пробовала на руке, сводчила. Мне нравится, как эти помады носятся. Они также ухаживают за губами. Как выглядят. Какие-то правильные у них такие оттенки. Можно найти свою любимую палочку-воручалочку в их линейке. Все, девчонки. На этом все. Каким получилось видео о коллекции моих помад, блесков и бальзамов. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!